Что делает человек, который только что получил шведский паспорт? Он летит в Америку. Круто! Как будто в пористом этилере. Прямо с улицы битком в набитый зал и показали классное представление. Отвратительное место. Обязательно вернусь сюда. Ну что, привет, ребят. Я в аэропорту. Как вы слышите, может быть, я немножко простужена. Посмотрим, как будет в полете. То, куда я лечу, требуется сертификат прививки от короны. И еще кое-что. Сейчас расскажу. Для тех, кто вдруг не прочитал название этого видео, лечу я в самый дорогой город на Земле, который по версии CNN в этом году им стал. Этот город на широте Барселоны, Истанбула, Ташкента. Наверное, будет очень тепло. Не будет. Короче, что делает человек, который только что получил шведский паспорт? Он летит в Америку. Это многие этим занимаются, потому что шведам не нужна виза в Америку. Надо просто заполнить форму, и тебе через несколько часов приходит разрешение, что да. В следующие два года ты можешь спокойно въезжать в Америку. И ковидный прививка. И причем прививка, не обязательно когда ты ее делал. Главное, две дозы поставил в любой период течения пандемии. То есть она может уже год назад быть поставлена, все равно работает. Но это данные на сегодня, на 6 декабря 2022-го. Так, сейчас будете надо мной смеяться. Я никогда не была за Атлантикой. Ну ладно, чего смеяться. Большинство людей, наверное, не было. Я думаю, многие из моих знакомых уже ездили хоть куда-то. Ну или хотя бы через Индийский океан куда-то, на запад, на восток. Я нигде не была. Я была, знаете, вот Москва, Питер, Харьков, Израиль весь и север Европы даже, не юг. Я не была на юге Европы. Я отсылаю себя в командировку. Эту поездку мне оплачивает мой YouTube-канал. То есть один месяц, чуть больше одного месяца заработка от канала я трачу сейчас на поездку. Я еду снимать видео для вас, для себя. Я рассчитываю, что в Нью-Йорке будет три, а может и даже четыре видео. Я не очень сильно готовилась. Мне хочется почувствовать город. Мне хочется. Я встречусь с интересными людьми. Там, конечно, и лечу я не одна с подругой, которая летит туда из Израиля. И мы недавно ходили на экскурсию в пустыню. Я еще не успела это видео выложить, но оно выйдет. Очень красивое видео. И она там взяла на рассвете в пустыне мою руку и говорит, Ира, поехали со мной в Нью-Йорк. Это было так романтично. Я сказала, поехали. Вот мы едем в Нью-Йорк. Я решила первое видео сделать просто влогом из поездки. Я знаю, что многие сейчас скучают по поездкам. Да и что уж там. Лука ведь я тоже. Намного меньше сейчас езжу, чем раньше. Не считая поездок в Израиль, к родителям, это вторая заграничная поездка в этом году. Первая была в Лондон, если вы помните. А до этого был Амстердам. А до этого ничего. Потому что я нигде во время короны не была. Ну и Осло, в Осло, да. Лететь сейчас намного, кстати, проще, чем было, конечно, в корону. То есть маски не нужны. Вот это все. Слава тебе, Господи. Но единственное, что поскольку 9 часов лететь, я никогда не летела так долго. Я специально забронировала себе место в среднем ряду, с краю прохода, чтобы человек, который в серединке будет выходить в туалет, толкал моего соседа, но того соседа с другой стороны, а не меня. Но в результате меня сейчас поменяли на запасной выход. Я люблю сетью запасных выходов. Там много места для ног. И, блин, хорошие люди просто, наверное, увидели, что у меня длинные ноги. Они же у меня просто длиннющие. И у окна. Это уже мой самолетик. Дельтой лечу. Еще у меня фишка. Я не люблю сдавать багаж. Я сдаю багаж только когда лечу. Ну, с детьми, когда как бы, ну, вот прям надо большие сумки, да. Когда лечу одна, всегда без багажа. Причем эта сумка чисто для самолета. По городу буду ходить с рюкзаком. И маленький у меня чемоданчик. На 6 дней. Вот так. Ну, вот мое место. Вкусненько, хорошо. Можно ножки вытянуть. И у окна, и ножки вытянуть. У меня всегда выбор, ножки или окно. Не, ну, понятно, что можно там бизнесом лететь или первым классом лететь. Но у обычных людей выбор вот такой. Кстати, самолет пустой. У меня три книжки. Тоненькие. Беруши. Я, кстати, прямо недалеко от туалета. Я думаю, мне мешать люди никак не будут. Господи, 9 часов лететь и без детей. А то, когда в Израиль сейчас летела, в 7 вылет был, в 3 встали. Я думаю, может, детки заснут. Они, конечно, уселись в мультики смотреть, там что-то рисовать. И я такая засыпаю. А они у меня будут. Мама, ты заснула. Сейчас никто у меня и будет не будет. Посмотрю фильмы какие-нибудь. Господи, меня поймут только мамы сейчас, маленьких детей, наверное. 9 часов. У меня просто будет полный покой. Ну что, в Нью-Йорке 12.43 и в 2 мы прилетаем. Кстати, на час раньше, чем расписание. То есть уже час всего остался. Я сижу, читаю брошюру про Астрид Лингрен, про жизнь в ее квартире. Вот бытовуха такая, как Астрид Лингрен жила. Мне казалось, я очень много знаю, и я все равно думала, ну что-то новое здесь будет. Вот всю брошюру прочитала, два момента новых уловила. Прикольно, вот даже когда знаешь, что вроде уже ничего нового не найдешь, всегда что-то находишь. Фильмов полно здесь. Огромное количество. Топ-ган. Я уже несколько посмотрела. Я думала, я посплю, но что-то не спится. Не спится. Кстати, едой кормили, это входит. Я тут отвыкла от того, что еда входит в обычный билет, потому что по Европе часто не входит, потому что быстрые перелеты. Ну, там бутерброд какой-то дают. Здесь сейчас-то перекус. Мы уже скоро садимся. У меня спринг-ролл и мусс фруктовый. А так, это уже вторая еда. Первая была прям горячая, вкусная, вполне супер была. Ну, вы можете заметить, я пересела. У двери очень холодно, и когда это не замечала, это видно в этом самолете. Все оделись, кто сидят около дверей. В том числе я, я в пальто, как вы видели. Ну, в пальто прекрасно, уютно так, так и под одеялом. Смотрите, как близко к облакам летим. Прямо рукой можно достать. Мы уже идем на снижение. В Нью-Йорке сейчас без четверти 2, а посадка у нас 2.06. Должно сказать, здесь намного больше сетей, они более комфортные, чем обычные эконом-классы по Европе. Кстати, а нос у меня заложен. В полете, конечно, неприкольно спросить. Прямо сейчас нырнем в облака, смотрите. О-о-о-о! Облака над нами, облака под нами. Прямо посреди, блин, это круто. Как будто в пористом этилере. Там дождь внизу, по прогнозу. Это другая страна Атлантики. Поздравьте меня. Всего лишь 41 год своей жизни. Прикол. Уже 10 минут летим над вот такими районами вилл. Абсолютно бесконечными. Ну что, я долетела. Прошла паспортный контроль. Правда, не без приключений. На мне сломались компьютеры. То есть, когда я стояла в окошке, они сломались. И я больше 25 минут разговаривала с офицером. Он меня спрашивал про YouTube. Я ему практически консультацию провела. Не ожидала. Все прошло, в общем-то, прекрасно. Я быстро нашла Airtrain. Это поезд до вокзала Джамейка в Куинс, откуда идет обычная метро до Манхэттена. Поезд беспилотный. Я смогла поснимать вам дождливый аэропорт. Познакомилась с парой нью-йоркцев, которые надавали кучу рекомендаций. Кстати, хочу поблагодарить Сашу, который живет на Манхэттене. И который был на моей экскурсии за неделю до моей поездки. Саш, спасибо за подсказки насчет того, как добираться до города. Оказалось очень легко, без пробок, дешево. Я все легко нашла, и ты мне очень помог. Так странно, что теперь в Google Maps моя позиция показывается в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, ребят! Я доехала. Какие узкие тут эскалаторы. Итак, я в Мидтауне, в Манхэттене. Заселилась в отеле и пошла гулять по городу. Ночью прилетит Саша, моя подруга детства, с которой мы здесь будем вместе гулять. Она летит сюда из Израиля. А пока я одна. Вообще реально. Все как в фильме. Я в фильме. Огни, полицейские, толпы людей. Депрессивные люди сидят в лондроматах, в этих постирочных. Люди поют Christmas carols. Кстати, насчет церквей. Всю поездку я делилась церквям в Нью-Йорке. Они большие, красивые и намного круче, чем я ожидала от Нью-Йорка. Завтра пойдем гулять подальше от Мидтауна. Но сегодня я тут. И это самый центр Нью-Йорка. Здесь вот Rockefeller Center. Это реальная вакханалия рождественская. Это каток, это цветовое шоу. Ёлка эта разноцветная. Вообще такое развлекало вне для меня. Мне многие говорили зайти еще в Мэйсис, в Универмаг. Посмотреть, как он украшен к праздникам. Но на входе мне реально стало плохо. Людей полно. Все с бешеными глазами, с покупками. Все украшено, все мигает, шумно. Это вообще не мое. Ноги просто еле унесла. На следующий день утро выдалось пасмурное, но очень уютное. Какая красота. Только вот этот вечный шум. Завтраками американские отели не славятся. Поэтому мы нашли прекрасное кафе за углом и ходили туда каждое утро. Вот она и Саша. Мы дружим уже скоро 30 лет. На сегодня план такой, что мы поедем на Уолл-стрит, к Бруклинскому мосту, мемориалу 11 сентября. Короче, вниз. Да, самую классику посмотреть. В метро Саша так меланхолично сидела, что Вуди Алина на нее не хватало. Скажите, кстати, ребят, Нью-Йорк с и Бруклинским мостом пользуются местные? Я ни одного не увидела. Одни туристов. Как Красная площадь и Арбат. А вот на удивление район Уолл-стрит и биржа мне понравился. Он не такой кричащий, как Мидтаун. Застройка постарше. Все-таки Манхэттен застраивался с юга на север. Знаете, сначала Нью-Йорк мне показался неходибельным городом. Постоянные светофоры, люди. А потом ты привыкаешь и проходишь много кварталов, даже не заметив этого. И эти обустроенные общественные пространства. Мы даже нашли дворик общественный, крытый, в здании, где Люба может прийти, посидеть, поработать. И этот дым, этот узнаваемый дым, который идет из-под земли. И церковь, это нео-готика, которую зажали между небоскребов. Нью-Йорк такой Нью-Йорк. Вот она, кстати, американская биржа. На ней держится сейчас весь мир практически. Пусть у нее все будет хорошо. Мемориал 11 сентября реально впечатляет. Такая дыра в сердце нации и в истории человечества. А вот это, ребят, очередь в музей 11 сентября. Такую очередь можно видеть только в Ватикан в сезон или в Макдональдс на Пушкинской в начале 90-х. Нафиг отсюда. А это странная белая штука, как обглоданный скелет динозавра. Как оказалось, это вообще вокзал и торговый центр. Вот фотография как-то выглядит изнутри. Оттуда мы решили пойти в Чайна Таун, но через Трибеку, которая от Робека. И в Трибеке мне прям сильно понравилось. Ставлю себе за рубочку в следующий раз вернуться именно сюда. И, возможно, даже жить здесь. Прям очень уютно. Но, возможно, мне так показалось просто потому, что это похоже на Лондон или Амстердам. А вот Чайна Таун на 100% оправдал ожидания. Все на китайском. Фонарики красные натянуты над улицей. Везде рыночные прилавки. Странные объявления прямо под ногами. А потом я обрадовалась, потому что нашла кафе с мороженым, которое мне рекомендовали ребята из поезда из аэропорта. Но мы были очень голодные. Хотелось настоящей еды, а не сладостей. И еду мы нашли. Кстати, относительно недорого. И так вкусно, что я не успела ничего снять. Главное, счет пришел на китайском. Вот такой местный колорит. Вообще, у нас на этот вечер был забронирован мюзикл. И нам надо было поторопиться. Мы на метро добрались до Grand Central. Вокзал, да, центральный. И вот тут мне понравилось. Вот тут меня просто проняло. Очень масштабное здание. Красивое, прямо идеальное. Обязательно вернусь сюда. В театр мы пошли прямо через Таймсквер. Ну, большинство театров, они прямо там и расположены. И вот там у меня просто взорвался мозг. Какой-то олимп консюмеризма. Толпы людей. Все мигает, орет. Я вообще не ожидала, что меня это так шокирует. Отвратительное место. Ребят, буду заканчивать первый влог. Скажу только, что мы пошли на мюзикл. Book of Mormon. Много о нем слышала. Про сам мюзикл мне мало есть что сказать. Кроме того, что это жесткачная сатира. Но абсолютно прекрасная, классная музыка. То есть мне очень понравилось. Но я Бродвей совсем не так думала. Господи, мне кажется, в этом очень много смелости. Самой даже себе сказать. Ира, ты дожила там до какого-то возраста? Даже не поинтересовалась, что такое Бродвей. Мне казалось, что это какое-то такое... Ну, вот есть же Бродвей и Офф Бродвей. Да, как бы, что Бродвей это просто топ-топ-топ. Самый топ. Но это... Как вам это сказать? Ну, я себя чувствовала в каком-то жестком, дешевом экономиклассе. Где всех напихали в очень маленькие сидения. Конечно, нету гардероба, никакого фойе. Прямо с улицы. Битком в набитый зал. И показали классное представление. Ну, я даже не знаю, что сказать. Я не могу сказать, что... А у нас в Швеции везде фойе и гардероб. Ну, это же бред, потому что сравнивать со Швецией совершенно невозможно. И Бродвей. Бродвей им считается, ну, явно не из-за отсутствия гардероба. Но это не отменяет того, что я была дичайше удивлена. Я себя чувствовала каким-то дикарем деревенским, которое, ну, ожидало одно, а я и вот тебе другое. Реально, очень маленькие сидения. Гардероба никакого. Сейчас зима, все в пальто, все в шарфах. Вот так вот все в шапках сидят. Гора просто. Я не ожидала никакого, там, знаете, не знаю, венской оперы, да? Я сама пришла в джинсах. Но это было просто, ну, как-то... Это было очень странно, очень странно. На первый взгляд, негативный опыт. Но я сама с собой разговариваю и понимаю, что просто мои ожидания были абсолютно неадекватные. Потому что, если в одной стране театр выглядит вот так, он совсем не обязан выглядеть точно так же в другой стране. И это часть экспириенса, наверное. Но это было очень удивительно. Настолько удивительно, что я... Я, наверное, просидела все представление, типа... Меня посадили в какой-то лоу-кост. Это повлияло на мое ощущение от представления, мне кажется. Но мне все равно очень понравилось, безусловно. И мюзикл хороший. Идите только без детей на него, конечно. Буду заканчивать. Спасибо огромное, что досмотрели. Я поняла, что видео будет намного больше про Нью-Йорк, чем планировалось. И это прекрасно. Я пытаюсь понять этот город. Понять многие его не могут за всю жизнь. Это я понимаю. Нескольких дней очень мало. У меня еще несколько дней. Посмотрим, что как-то прояснится за это время. Пока что я понимаю, что я не улавливаю вот этот какой-то вайб, который его отличает от остальных городов. Но понятно, как бы за два дня, наверное, невозможно. Кого? Кто-то сразу. Кому-то вся жизнь дана. Посмотрим. Но, блин, здесь круто, конечно, да. Я пошла спать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok